откликом на телефоне но у нас уже стартуют драфты буквально через 4 секунды через три секунды чтобы меня саша не поправлял через две секунды мы увидим кто же будет все дело банить и что себе забирать две секунды прошло от вас вытащит вытащит и вот теперь наконец мы можем посмотреть за пикными банами а вот вижу да и что же у нас вот у нас к франции решили отключить чем на у нас слева дам чонг какая все стандартно и франч справа джой диги и ван ван на первый пик забирать танк лото или фредрин фредрин глу и под круглугу однозначно глу 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 ты ты конечно может топить загрузку хочешь но и орлот открыт так если между прочим поэтому орлот мута глу не так крыть кстати других регионов потому что мы видим на а эмоции у нас регионе это с тир здесь же это ну хотя не по версии с но тем не менее вот тут сейчас не так сильно рейтится как тот же самый фредрин вопрос ли это будет то есть это нифть вообще но ответ будет забираться скорее всего можно и фредрина иглу забрать сразу же двоих и просто чувствовать себя мега удобно здесь но что и происходит в ответ забираем получается какой-нибудь рис плюс орло орло 5 дня иду кстати не думаю что можно надо еще забирать беатрис мне кажется уже кэри надо забирать кстати вот так то есть ну да прочих плотничков таких надо бы тем более что там будет садиться у вас ушами лиса так неплохо смотрится против глу вот прямо очень хорошо я бы даже сказал вы просто не может на нее сесть нормально ничего и она через вот эти вот нити свои настреливает достаточно большое количество урона поглубчик этим маленьким по этой слизи когда он в ультимативной способности то есть вообще не подобраться и неприятный против нее против него пик но подумаем посмотрим можно вообще потянуть немножко с этим делом у эстаса локую для себя и забирают кэри а все-таки хотят хотят пробивать очень быстро плотный драф и что банить борца или все-таки дать возможности под другого как полу-то танка персика сыграть в лесную линию для берн x flash а может и сыграть другую линию для берн x flash ну и что что я хочу сказать уважаемые зрители надо наверно все таки будет что-то придумывать час интересное коллективу эхо если они уже видят эстаса и они должны понимать на что нацелены игроки противоположной команды это последняя игра этого дня но в любом случае тот кто выигрывает получит третье место ваш фан факт да пикается у нас ваша и здесь это хороший вариант опять же с дистанции можно и кэри разбить еще и ив но там есть который по сути всю эту ульту может поглотить своим ультимейт ну урок начинается вторая стадия банов справа нам не достает какого-то голдера и также роумера кого нужно перебанить так как там были выходы надеги может отключить минотавру условного и либо фарамиса вообще но фара как будто не лезть хотя вроде толстоты хватает но фара в ром 50-50 клаус нас банится тот команды слева и кого будут добавлять справа же в бан и урануса и орлота очень сильно сейчас по их себе ударили героев осталось не так что вы иного спать беатрис банится не париться вообще сейчас берн x flash ну да ну то есть у тебя что остается у тебя остается броут с таким образом но можно конечно харит опять попробовать начат как ты не верю в харита особенно причем того что мастер ну да то есть хрид это больше про то чтобы ворваться быстро раздать и убежать но он с эстасом не получится этого сделать так быстро как хотелось бы но либо вообще минотавра от банится которыми так много говорил потому что можно уплотнить так пик свой справа и переживать достаточно долгий урон слева но тогда вот возможно проблемы с фроном будут не знаю но милиция крафт милиция милиция забирается и посмотрим чем будут отвечать берн x flash аппарат не забанили кстати или борца и не парню кстати странно почему не хотели так сильно урану со здесь опять видеть но заходил он в пик неплохо забирается лапу но и борца однозначно наверно что еще может такого хорошего плотненького в лес воду зайти ну а кай ну кстати а кай а кай сбить быстренько ультубаши мне тоже кажется что бард лучше просто в теории может за единственный кто неприятен для него это мелиса встану нет проблем это бэй бэй ну бэй мне кстати тоже нравится достаточно много неприятных кнопок в отличие например из того же бард хотя и контролем бард тоже преобладает такой забавных фактов на сегодня длительно все это дело у нас уже происходит сколько у нас там 11 часов до трансляции или мне кажется скоро уже 12 уже 12 скоро но сейчас уже должно стать 12 буквально через пару минут мне кажется необычнее выглядит может быть поинтереснее у берных слэш но понадежнее как будто и мне нравится пик эхо больше не знаю не знаю там яви на хуфре еще раз саша подумать ну да 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 я понимаю но наверное я скажу что пик эхо мне тоже больше нравится тем более я предиктил за это давайте останемся верны до самого конца ну в любом случае здесь знаешь так скажем так 55 за эхо 45 за верных флэш именно по вот этим предиктам драфтов потому что оба пика выглядят неплохо да но у нас начинается последняя решающая карта уже точно определиться коллектив который займет третью строчку и заберет с собой 30 тысяч долларов команда эхо находится в красном углу ринга их соперники берн x flash синим поехали смотреть да и уже начинается какие-то такие на ожесточенные заседания в медлайне может посетить эту сыграть через яви но пока что не хотят кнопка саба нету агрессировать тоже наверно чрезмерно не стоит здесь идет доминация со стороны как будто бы глон постоянно свою память не сделать лапу лапу проигрывает глу на первых уровнях вообще без шансов это я понимаю да на самом деле на четвертом он не особо прям хорошую чувство проблем нету смотри что еще делает атом атом байт байт на себя и я бы еще обратил внимание что сделал атом он начал не с клинков ну то есть не с первого скилла он начал именно со второго спешка интересное замечание на здесь интересно что очень сильно уже и продамажили и приходится возвращаться на базу поэтами зации пока что все стандартно все спокойно нету кипит и не на очевидных решений хотят умилис ситапчика нет а кой имеют аой а это размен до и разъем на самом деле мне кажется ваша по цене как будто будет сложно сказать однозначно сейчас конечно голду Чуть-чуть получит Чима Но проблема эта в том, что до пятой Минуты он не получит полноценной Голды, и здесь ничего Не потеряют за это То есть Эхо, мне кажется, даже Выиграли больше от этого, нежели чем Бернекс Флэш Ну, возможно, да, возможно, ты прав Ну, у тебя, смотри, Сэнфорд У тебя Сэнфорд четвертого, а Атом третьего Ну, кстати, да Да, ладно, согласен То есть этот врыв немножко даже помешал В каком-то смысле, но посмотрим, сейчас у нас Идет борьба за черепашку Ставится клеточка АТФ Инициация от Явина, не хватает Рынджи, ульта от Бейса И кто-то переслайдит, есть Фредриан На Карл Дизи, забирая Здесь очень далеко заходит Атом По нему скидует пару кнопчик, но Эстас Также на подхвате недалеко И будет сейчас его отхиливать, даже на базу Не придется возвращаться Сэнжи занимает позицию Минвайни Такой файт закончился без единого фрага И, честно сказать, я вообще удивлен Что долго-то так не смайтили черепаху Потому что она там была с одним хп буквально И, тем не менее, забирает для себя Именно коллектив Эхо А там сложно будет А, нет, все нормально, ульта есть Поэтому сейчас по-моему просто запушит И уйдет отсюда Ну, пока она перетерпит Моментик и убежит Опять Санжи, кстати, выбегает Ставится ульта Игра по лапу Оглу, доиграть Помоги под это дело И вот немножко пораньше Делись, делись, делись Проказывайся Есть у нас ультимативная Вот так давит Эксполайн Ужас вообще просто Очень огромное внимание Тем временем Помогу при инициации Под верхний лайн Я просто, ну, обращаю внимание Что чаще сейчас В последнее время Все-таки голдера раскармливают А тут прям Бедную лапу Не дают ему шансов Нормально в Мидгейме Быти уверенно Ставится ульта от Ив Больше просто На потрях Самой себя Но остается Очень мало хп идет Ульта от Фреддена И не допьют Будет уходить отсюда Щеточек-то от ульты Сработал Тем временем На верхней линии Выходит у нас Бэйн И недалеко находится От него Как раз таки Эстас Но дальше Буду додержать Открывать пространство Для кэри Чтобы они могли Подформить Вот эту пластину Ой-ой Дсевен 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 Взрываются Есть ультимативная Но его сейчас Зарвут Очень мало хпп Чем умрят Это размин роумера На лесника Это куда лучше Для коллектива Эхо Ой-ой До свидания Движения Нет Работчик 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 Да Все Ну даже Третьим Добил Вот этим Среди четырех Способностей И здесь У нас опять Противостояние Двух этих Плотничий Гладиатор И не знаю Мороженое В данном случае Какое-то И прожимает Ультимативный Отгул Садится на плечи Карлкиз Пытается подыграть Карлкиз Это может умереть Отходит назад Ой, он его цепляет А может ли добить Нет Не успеет Все Его там просто Заплочили Не дают возможности Выйти Падает Носатом И выход Будет под черепашку Происходить Атому надо было Прыгать Ближе к Д7 И пока нет Тобора кровоженности Тяжело Смертельный улов Пошел Все-таки Забирая для себя Черепаху Удар с воздуха Очень много урона Но Чему пока еще живет Выхиливает Все это дело Д7 И конечно Благословение Лунной богини Сэйвит Команду И порой Мне вот реально Кажется Что Саша Эти все Ультимейты Придумывает Порой Но просто Они так Странно звучат Особенно на эстасе Как ты говоришь Смертельный улов Благословение Лунной богини Это ульта эстаса Смертельный улов Это ульта бэйна Делись Делись Это глупо Делись Согласен Звучит Как будто я придумал Да То есть Ну эстаса Можно там Не знаю Священный поток Назвать И так же Будет работать Неплохо А у бэйна Ульту Я не знаю Там Не знаю Там Как он Рой Акул Или как у них Косян Акул Назвать Рой Акул Да Я бы хотел Пошутить Вспомнил Старый мем Про Но не буду Ладно Эту тему Разгонять Так на грани Уже Наса Мидлайн Идет преследование За Бэйном Но пока что Карл Тизи Тоже Зацепиться Не сможет Какая Просто Какие-то Небольшие Просветы По карте Понимание Вообще Передвижения Оппонента И по Перефарму 2000 За эхо 2-5 Счет 2к Голды Перевес Секет Ой Секет Больно Калтизи Уходит Отсюда И 45 секунд До появления Черепахи Что у нас Кстати Я не видел Утемизацию Показывали Нет У атома Уже появился Тобор Кровожадности Я кстати Тоже Не проследил Этот моментик Чекнем На следующей Удар с воздуха Ты это называешь Просто Или Прямо ульта Так называется Это называется Ульта У Паши Ульта У Паши И полетел Дальше Но все-таки Однай Присыпь Один Лышку Да он точно Придумывает Весь гладиатор Идет Раскат Грома И отходит Назад Через Рывок Война Неплохо На верхней Линии Идут Вроде Как Холдят Ребята Но возможно Через Гневную Куклу Мелисса Что-то Сможет Сделать В Медон Идут Агрессивные Потоки Феникса Но пока Что Никак Цели Своей Не Находит Заряжается Ой Пошел Удар Мумии Закрывает Идет Также Клеточка От И Ставится У нас Поток Вот Этих Рыб И Неплохо Урон Хороший Проходит Остается Голу Сидит На плечах Соберись Соберись Не знаю Можно Так Обозначить И Я Понял Я Понял Я Понимаешь Я Действительно Называю Название А ты Придумываешь Так Неплохо Звучит Что-то Начинаешь В целом У тебя Хорошо Получилось Я Даже Поверил Что Ты Мол Токализацией Заниматься Ой Семен Больно Да Больно Но Вот Этот Обруч Равновесия Не дает Возможности Карл Тизи Захватить Здесь Ладно Буду Прекращать С этим Мелисса Как Злобная Кукла Или Кукла Я Уже Не Помню Честно Ой А тут Вред Кстати Откуп Удар С воздуха Очень много Урона Киллинг Спрей Для Санджи И Все-таки Отходит Удается Засейвить Т1 Вышку Вопрос Надолго Ли Там Один Выстрел Любой Мне Кажется И Вышка Как Упадет Да Потоки Ветра Не сработали Буквально Последний Койл Не прилетел В нужную Цель Да я не знаю Но удар С воздуха И правда Выглядит Как будто Ты тоже Локализацией Какой-то Занимаешься Делись Делись Удар С воздуха Это Правда Название Но я тебе верю Саша Я тебе верю Главное Верь ты Мне В мои Какие-то Фразы В любом Случай 55 секунд Она Остается До лорда 4500 Преимущества За эхо Чувствуют Они себя Прекрасно На этой карте Ребята Собрались И показывают Академичную Игру Которую Умеют А здесь У Яви Не попадает Под мои Громкие слова Но идет Ультимативная Идет Также Ульта От Паши Через потоки Ветра Забирает Так Ладно Соберись Делись Делись Соберись Все Поехали Смотреть Заходит На красный Коллектив Эхо Нет Чимы И скорее всего Красный Заберут Санджи Также Подбегает Сюда Будут ломать Пе-2 Выше И как бы Можно забирать Себе Красненький Пап Есть дополнительный Бонус На Амелисе Будут ли Шествовать Дальше Нет Судя по всему Будут притягиваться Уже ближе к городу И просто В позиции Становиться Да Параллелепипед Контроля Не сработало И приходится Отпускать Оппонента Лорд Кстати у нас Уже появляется На карте Ребята Из Эхо Туда уже Смещаются Позиции Заняты А чем же Ответят Бернекс Флэш Они Вроде как Будут отпускать Да Видимо Ставят ставки На какого-то Бэйна Который сейчас Будет подпушивать Немного Верхний лайн Но он даже Ну нет И один-то Заберет Окей вразмен Но вряд ли Лорд Это хорошее На размен На Т1 Вышку Да он даже И не собирается Допушить Непонятно Стеряли очень много Времени Побоялись Заходить на этот Объект И на Эхо Зарабатывают Для себя Его в копилочку 6,5 тысяч Золота Преимущество Потоки ветра Потоки ветра Потоки ветра Подожди Потоки ветра Это что? Это ультрафаша Это ультрафаша Потоки ветра Почему потоки ветра? Не знаю Но похожи Какие-то Я думаю Что это скорее На Матиль Должны быть Потоки ветра Ну может быть Как тебе Мой параллепипед Контроля Хорошо Кстати Паллепипед Контроль Я даже Думаю Это можно Использовать В целом В целом Да Нормально У нас Подводится Лорд снизу Здесь ультрафаша неплохо, а там пытается сбежать и вроде как получается, но обруч силы у нас кастует Эстас, и пока что не продолжается этот файт. Прыжок, возможно, от куфры прямо сейчас, падает Т2 вышки в юглайнер, да-да-да. Кристос ставится от Ив, и лорд уже подходит Т2 вышки на нижнем. Сейчас может быть просто важный файт, и возможно, даже потенциально последним стать, но это маловероятно, тем не менее Эхо начинает свое шествие к Т3 вышкам, подводит на центральную линию, еще и на нижнюю выходит вместе с лордом, срабатывает пассивку, пролепит контроль, используется Саджи улетает отсюда, и все-таки удается. Обескораживая соперников, тут же идет инициация, играет полуатом, очень много урона проходит, забирает, атом своего оппонента, и разменивается один в один к углу, будет ли садиться? Нет, все-таки отбегает и выживает. Бенниклюзе очень много урона через куклу, через злобную куклу, как говорит Данзел, и разменивались один в один, но при этом удалось отдэпиться Бернекс Флэш. На самом деле, огромное сейчас значение вот этот полукупол защиты сработал от Мелиссы, и по сути оттуда всех отогнал. Полусфера, и прошу прощения, неправильное название произнес, у нас сейчас забираются пока что бафы и поэтомизации. Мелиссы впереди на 2500 над Кэррием, 2000 преимущество над Бэйном, и узнаю, узнаю я эхо. Буквально 12-ая минута, они на почти 7500 ведут по золоту, и как будто вообще без шансов на данный момент у Бернекс Флэш, но мы знаем золотое правило Mobile Legends. Если перефарм меньше 10000 на 10-ой минуте, то это, в принципе, можно отдэпить, а у нас примерно такая ситуация и есть. Но вот чем на это все дело отвечать, вроде как есть и клеточка Ив, есть вот эта вот ульта от Бэйна, но там фашет, которая это дело может подломать. 3-9, счет, трехкратный перевес по фрагам, 7500 преимущества. Кстати, удар с воздуха как-то вообще в никуда, или в потоке ветра, называйте, как вам больше нравится. У Данзела своя интерпретация скиллов есть, официально есть версия от Данзела, так скажем, местная локализация, местного разлива. И пока вообще не рискует заходить даже в свой лес, игроки команды Бернекс Флэш, через 15 секунд появится лорд, и за него нужно, конечно, попайтиться. Да, глу спамят глумчиками пока что, и на лорду как будто опять ребята не сильно-то собираются. Но сейчас откушат, наверное, мидлайн и начнут туда выдвигаться, потому что этот лордик уже крайне серьезная такая цель, и может быть неприятная. Более кастующая, всего три башни осталось на базе Бернекс Флэш. Да, забирают себе это дело. Здесь у нас вроде как погло, пытались сыграть, обруч равновесия прокидывается, кристалл спокойствия не попадает по цели противника. Размены кнопками, и пока что ребята будут закрываться в максимальный деф. Да, закрываются в максимальный деф, но если отыграть через обруч равновесия, есть шансы. Угу, он уравнивает шансы, я бы так сказал. А можно ли назвать уравнивающий обруч равновесие? Уравнивающий обруч звучит очень круто и пафосно. Да, прыжок от куфы, коротко! Удар с воздуха, очень много урона проходит, Санджо играет по нему, тут же станут лапу-лапу, в итоге минус 2 секрет, и это киллинг спрей для Бенни Кьюти, они выиграли файт 4 на 5! Ой-ой-ой-ой, это-то неплохо! Слушай, лорд-то еще подходит, и сейчас огромные проблемы у Бернекс Флэш, в общем, прямо сейчас все закончится, опять вырыв, вот Яви пытается доиграть, темная кукла ставится, урон идет, но падает у нас Т3 в мидлайне, падает Т3 на нижней линии, идет каст волны от лорда, ой-ой-ой, Бэйн, огромное количество урона ставится очередной раз, посокие ветра, и огромное количество урона скидывает по Кэрри Малхмэс, и прям давят, подвыстрей! Эхо одерживают победу, и занимает третье место, МСС 2023, забирает с собой 30 тысяч долларов, а коллектив Бернекс Флэш 15, и четвертое место, соответственно. Да, красавцы, красавцы, казалось бы, что все у Эхо плохо, сониками не получилось, 0-3, прям разгромили. У тебя есть конкуренция, новое название фуфры инициации, прыжок кобры. Прыжок кобры, о-о-о, хорош, хорош. У меня, я не помню, как это было, там уже, ну ладно. В любом случае, обруч равновесия, тест, все-таки не путает. Не путает, не путает, да, название. Уравновешивание, да. Обруч равенства. Обмениваются кулачками, ребята, Бернекс Флэш показали хорошую игру, немножко вспомканно было, но все-таки Эхо собрали последнюю карточку, прям разные двое, знаешь, вот разные команды, как бы мы наблюдали, что на первой, и вот что на этой последней карте, Эхо, как будто после, знаешь, вот этого, после Оников немножко отходили, и в итоге удалось все-таки выйти с таким прекрасным счетом. Поздравляем, поздравляем эту команду. Напомню, что они заняли третье место, заработали 30 тысяч долларов, Бернекс Флэш заработали на четвертом месте 15 тысяч долларов. Поздравляем вас! Поздравляем Эхо! И, кстати, официальная трансляция уже длится 12 часов. Как вы себя чувствуете? Вы закончили на третьем месте? Привет, привет. Я понял, спасибо и за поддержку. Спасибо всем! Спасибо всем! Ну, как тяжело это было для вас, как вы видите, как она достигла все-таки до гейма 5. насколько это было сложно для вас вы сражались полноценную серию и даже дошли до пятой игры они сказали что это было очень сложно тем более что они начали с поражения и но потом они сказали друг другу что все будет окей сегодня был тяжелый день вы были здесь 8 часов как вам удалось после поражения у тоников вообще взять себя в руки они просто шутили и поддерживали друг друга для того чтобы поддержать настрой в команде как мы с тобой на последней игре может что не скажете берн x flash действительно достойный соперник и они сыграли очень хорошо у них было правда преимущество то что они находились в домашнем на домашней арене кто больше всего впечатлил в команде берн x flash не пи на ка-импросив саберн x flash на калабан ю канина но он от по дом от окей дом от дом от бухголь маньяка дочи не лейман я дайкот подчимином на ротах ламмэнтен куаоископс гайба вопрос санджи спрашивают до этого ты подходил и говорил за что-то извинялся что у тебя на уме он сказал что он извинился потому что он у него ощущение что он не отыграл свою роль и ему очень жаль что не будет гранд-финала против блэклистов соответственно филиппины против филиппин держите голову вверх и мы все равно гордимся вами вы выиграли этот матч сегодняшний третье место на вы молодцы завтра будут тоненький и blacklist international скажите пожалуйста кто победит не обязательно объяснять кто просто скажите какая команда победить блэклист блэклист блэклисты но и интересно причем лишь они отдали карту 30 гоникам и все равно блок лист извини меня блэклисты тоже филиппинская команда но я понимаю конечно им хочется чтобы филиппинский коллектив отомстил так сказать очевидно да очень много работы выполнял конечно я особенно вот если вспоминать до матчи то его франка это было нечто да и хуфра меня впечатлил хуфра тоже да вообще хорошо отыграл матильда не очень говорят что но он очень устал он действительно измотали что там что вы хотите сказать зрителям которые кричали и болели за вас посмотрите как вы выросли у вас раньше было всего лишь пять фанатов и теперь у вас огромная группа людей которые вас поддерживают и до этого они сказали что они постараются оправдать ожидания на м5 поддержки собственно вот так вот рассказали все и вся и поздравляем коллектив эко эхо ну на русскому не надо для русскоговорящих аудиторию все-таки попроще чем эко говорить английский если так то да да замечательный отыгрыш на сегодняшнем дне просто как я уже подмечал чуть ли не в соло выиграл большинство файтов для команды его инициации врыва решения на вот эти вот ключевые моменты когда он на ультовал там под трон закрывал вражеских персонажей давали огромные импакты для своей команды импруга вот его передвижение по карте в основном двигался по центральному коридору здесь вот если взглянуть именно в плане реки да двигался между объектами не играл именно там по сборке опять же все относились стандартного собирается против противника и нам показывается как раз таки хайлайты здесь будут закрывать атома но ответ падает там ваш самый первый киллы на этой карте на последний который мы наблюдали и вот тут постоянные были инициации под влах выходы туда тем временем очень сильно страдала верхняя линия но в целом матчи получились максимально насыщенными максимально интересными и вдохновляющими мне захотелось пойти прямо сейчас даже после таких вот плотных матчей после того как мы посмотрели семь с половиной часов вместе с тобой до слав мы вдвоем пробыли здесь именно семь с половиной часов а многие зрители и того больше 12 часов с плюсом были здесь и мне все равно очень хочется сейчас зайти в мобайл и поиграть и хочу замашечку такого расчехлить но коллектив естественно это мы поздравляем яви просто на лучший коллектив берн x flash тоже молодцы они отыграли в супер изнурительном полноценном матче противостояние best of 5 полная серия и они справились на свой максимум они показали достойную игру они все еще молодцы и мы их поздравляем с четвертым заслуженным местом следующий раз будет еще лучше да красавцы но вот видим результаты последнего матча 3-14 с пользу эхо очень большое было давление в сторону лапу постоянно как мы подмечали еще на хайлайтах давили его линию и за счет чего еще и под раскачивали гол за и мы видим что половина вообще от всех килов эхо сделано как раз таки налад на другой страны ну вот вам и статистика этого составчика буквально здесь три смерти посмеется две из них оформлены на санч который как раз и прилетал гангасе вот этого бесконечного лапу где и погибал парочку раз но в ответ также и неплохое количество импакта и урон раз надо один раз его лапу просто отомстил через всех полетел ну да но в любом случае работа была выполнена 7 килов там наклепал я думаю что и по урону скорее всего он будет на чуть ли там не на первой строчке задоминировали на эхо забирали абсолютно всех черепах забирали всех лордов не давали возможности нормально передвигаться по карте завладели территорией оппонента и этим активно пользователи пользовались сам на бене qt все-таки у нас забирает максимально